Продолжение следует... 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 Объем выборки получился у нас в 375 случаев При этом 43 случая были выявлены только по материалам тестов на иммуноглобулины класса G То есть это те люди, которые не помнят, что они переносили хоть сколько-нибудь выраженную форму заболевания Но вместе с тем тестирование крови на иммуноглобулины класса G выявило у них положительный результат этого теста 14 случаев было выявлено по материалам КТ, это пневмонии характерные, которые описывались как вирусные пневмонии И тоже не было никаких других подтверждающих тестов, но с учетом той эпидемической ситуации, в которой мы жили Мы эти случаи расценили как коронавирусную инфекцию Итого у нас получилось 342 случая, которые подлежали нашему анализу При каких обстоятельствах эти случаи все были выявлены? Ну, во-первых, у нас так же, как и в других учреждениях здравоохранения Были организованы плановые скрининги сотрудников еженедельные То есть все клинические подразделения подлежали плановому лабораторному контролю на носительство этого вируса Кроме того, был организован контроль всех сотрудников, которые выходят с больничного листа Независимо от диагноза, независимо от того заболевания, по поводу которого они отсутствовали на работе Которые возвращаются из отпусков, из командировок, пока они еще были сохранены Это сотрудники, которые болели дома коронавирусной инфекцией И были обследованы медицинскими организациями по месту жительства То есть все, что здесь представлено на этом слайде, как раз вот те доли, которые позволили нам выйти все эти случаи Ну, как видите, наибольшая доля, это больше половины, 58,8% были выявлены нами, внутри нашей организации При плановом скрининге наших сотрудников Если посмотреть на недельную динамику всей заболеваемости коронавирусной инфекции в 2020 году То вы видите, что мы все пережили две волны И надо сказать, что вторая волна выглядела гораздо более интенсивной Показатели заболеваемости увеличились практически в два раза И показатели эти различия достоверны То есть позволяют говорить о том, что действительно интенсивность во второй волне была значительно выше, чем в первой Мы попытались выделить структуру наиболее, скажем так, инфицированных профессиональных групп Но, как видите, как бы невозможно это сделать Потому что нет такой профессиональной группы, которая не была бы вовлечена И доля каждой из групп оказалась практически равнозначной Немного больше приходится на средний медицинский персонал, это 37% Но если посмотреть на частоту, то вы видите, что практически все профессиональные группы Имели практически одинаковый уровень заболеваемости То есть если сравнивать его со средним уровнем, 32,2 То достоверных различий в показателях заболеваемости других групп мы не обнаружили По отделениям посмотрели, тоже сгруппировали все клинические подразделения в определенные группы То есть это отделения стационары, это дневные стационары и диагностические подразделения Которые контактируют в большей степени с необследованными пациентами Это различные вспомогательные подразделения типа ЦСО, лабораторий, ну и так далее Которые напрямую с пациентом не контактируют, но так или иначе Они тоже, видите, вовлечены в эпидемический процесс И немедицинские подразделения И, как видно из этого материала, мы тоже не увидели, что есть какие-то статистически значимые различия По заболеваемости сотрудников, относящихся к разным возрастным группам Возрастная и половая структура заболеваемости сотрудников представлена на этом слайде Ну, тоже заранее скажу, что статистически значимых различий мы не получили Но можно сказать, что немного чаще болели у нас мужчины молодые в возрасте до 25 лет И болели немного более, чем в среднем женщины старше 66 лет То есть, вот тут как бы просматриваются определенные различия Но если их сравнивать с средними показателями по стационару То статистически значимой разницы тоже нет По данным эпидемиологического анамнеза, что нам удалось выявить? Где же все-таки большая часть сотрудников наша заражалась? Значит, все представлено на слайде Думаю, что нет смысла это комментировать К сожалению, в большинстве ситуаций источник инфекции был не выявлен То есть, 38% заразились где-то, сами не могут объяснить где Но среди тех, кто предполагает, где они могли заразиться Это был контакт с сотрудниками То есть, это не бытовой контакт Это не оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией И даже не лечение в других ЛПО, а это именно контакт сотрудников на работе И наиболее часто это, конечно, происходит даже, может быть, не столько вот в такой производственной обстановке Сколько во время каких-то обсуждений, какого-то отдыха, нахождения в ординаторской, в сестринской То есть, понятно, что это вот те самые, скажем так, рискованные ситуации Когда основная часть сотрудников, наверное, у нас инфицируется Потому что при нахождении в ординаторской у всех немножко, наверное, происходит какое-то такое раскрепощение И желание снять костюм, снять маску, побеседовать, попить чаю Ну вот, как раз это самые такие ситуации, которые приводят к возможным заражениям Частота и структура клинических форм коронавирусной инфекции у наших сотрудников представлена на этом слайде Основная часть переболела коронавирусной инфекцией в форме ОРВИ Это 78%, 11% это были пневмонии и 10% это бессимптомная инфекция Частота в виде столбиковых диаграмм представлена и она, в принципе, соответствует структуре клинических форм Очень интересный анализ нам удалось провести по материалам скринингов иммунологических после первой волны То есть тогда все находились практически в одинаковой ситуации, тогда еще не было прививок И понятно, что иммуноглобулины могли вырабатываться только на перенесенное заболевание Мы обследовали всех наших сотрудников, и болевших, и не болевших И вот что нам удалось выявить Среди заболевших 77% сотрудников имели антитела При этом независимо от того, какая у кого была форма Но при этом характерно, что после перенесенной пневмонии Частота обнаружения иммуноглобулина в классе ДЖ все-таки была несколько ниже С чем это связано, сказать сложно Но даже при той же самой бессимптомной инфекции и при обычном ОРВИ Тоже вырабатывались антитела И даже, в общем-то, их доля сотрудников, кто их вырабатывал Была несколько выше, чем среди тех, кто переболел пневмонией Повторные случаи, к сожалению, мы уже в прошлом году с такой ситуацией уже столкнулись Когда после перенесения коронавирусной инфекции У нас вдруг снова по результатам РНК-тестов Стали выявляться новые случаи коронавирусной инфекции Уже у переболевших сотрудников Мы постарались это проанализировать с точки зрения, скажем так, интервала От первого первичного заболевания И вы видите, как это получилось То есть наиболее часто это было после 6 месяцев 2 случая Ну и по одному случаю через 2, 4, 5, 7, 8 месяцев Но я повторюсь, это материалы прошлого года В этом году ситуация выглядит несколько иначе Но это как бы не входит в нашу сегодняшнюю тему доклада То есть всего доля повторных случаев составила 1,6% От всех зарегистрированных за 2020 год случаев Какие формы предшествовали повторному случаю заболевания? Ну вот тоже можно сказать, что есть определенная корреляция С долей сотрудников, отреагировавших выработкой иммуноглобулинов класса G И предшествующей формы и повторные заболевания И в том и в другом случае вы видите, что пневмония у нас, в общем-то, лидирует В плане того, что чаще после них возникают повторные случаи, чем после ОРВИ Как это объяснить, я пока затрудняюсь Тут, вероятно, должны работать иммунологи, клиницисты Чтобы понимать вообще, что происходит с организмом человека После перенесения достаточно тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекции На сегодня иммунная прослойка выглядит, вернее, не на сегодня, а на конец 2020 года выглядит таким образом То есть вы видите, что по материалам нашего эпидемиологического исследования К концу года только 32% наших сотрудников оказались иммунными То есть мы думаем, что защищенными против коронавирусной инфекции Но, к сожалению, 6 от 8 не болели, не были привиты и, естественно, не защищены от этой инфекции Поэтому, конечно, в последующий период времени, который и сейчас еще продолжается Наша основная задача заключается в том, чтобы иммунизировать как можно быстрее Наибольшую массу неболевших сотрудников с отсутствующими иммуноглобулинами класса G Чтобы создать достаточный уровень иммунной прослойки в отделении И обеспечить хотя бы отсутствие вспышечной заболеваемости Чтобы не прекращалась деятельность отделений На выводах позвольте не останавливаться Все они прозвучали в процессе моего доклада Но повторюсь, что наиболее эффективным мероприятием Которое может сдержать действительно пандемическое распространение коронавирусной инфекции Может быть только массово одновременно проведенная, хорошо организованная иммунопрофилактика Спасибо 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 Продолжение следует...